Дорогие друзья Это Франц Шуберт, вечно юный, вечно притягательный персонаж истории музыки, романтик номер один. Его песни до сих пор считаются эталоном того, как вообще человеческая речь переводится в музыкальное измерение. Ни одно Рождество не обходится без его Авы Марии, да и вообще в классификации гения в серьезной музыке Шуберт, безусловно, это романтик номер один по статусу. Между тем известно, что все портреты, которые когда-либо писали живого Шуберта, ему чрезвычайно, в крайней степени льстят. То есть он там на себя совершенно не похож. Например, он никогда не носил белых воротничков, в которых его рисовали современники. Это прозвище, которым Шуберта наградили друзья, а друзья с очень большой симпатией к нему относились. Он умел дружить. Это прозвище по-неметски звучит как швамаль, а по-русски губка. То есть вот такая мягкая, влажная, наздреватая губка. Видимо, это что-то говорит о характере человека. Мы попробуем проследить сегодня путь Шуберта. От такого, мягко скажем, скромного начала до поразительных результатов, которые дала эта история за последние два века. Но путь Шуберта мы должны будем проследить там, где сам Шуберт его проходил. Пойдемте. История эта начинается с того, как Франца Шуберта путем строгого и жесткого классического воспитания, которое дало строго обратный результат, навсегда отучили слушаться старших, потому что они старшие. Впрочем, все думали, что обернется совсем по-иному. Но папа Шуберта, достаточно заурядный школьный учитель, не постеснялся, вышел на самого Антонио Сальери, на первого капельмейстера Венского императорского двора, величину мирового значения. И вот сеньор Сальери лично породил о том, чтобы 11-летнего Франца Шуберта устроить вот в это учреждение, которое находится в Вене на бывшей университетской площади. Называется оно Конвикт. На самом деле это что-то вроде Суворовского училища, где воспитанники находятся на казарменном положении, проходят курс наук и, кроме того, по многу часов в день очень сурово трудятся, как певчие придворной певческой капеллы. Хофзенгокнабе, так это называется, в австрийском придворном лексиконе. Вот таким певчим стал и Франц Шуберт. Кроме того, что его учили там всем наукам, именно здесь он начал сочинять, он еще и освоил, например, игру на альте в оркестре. Потому что манией, буквально манией директора этого уважаемого учреждения, Венского Конвикта, естественно, императорского и королевского Венского Конвикта, манией директора было, когда хор воспитанников что-то поет. Но это само собой понятно. А вот оркестр воспитанников всерьез, очень стараясь, выпиливает целые длинные симфонии. Вот это он мог слушать и на это смотреть бесконечно. И, может быть, поэтому, когда Шуберт в 16 лет из Конвикта ушел, то он подарил господину директору партитуру своей первой ре-мажорной симфонии. В советской армии это называлось бы Дембельский аккорд. И, кстати, очень любопытная деталь. Шуберт написал кучу разных оркестровых сочинений. Но за всю свою жизнь ни одного из них, ровно ни одного, он не слышал никогда в публичном исполнении. Поразительно, но факт. Возможно, возможно, это неизвестно, только предполагается, что какие-то симфонии Шуберта оркестр Конвикта, вот здесь, как раз в зале, мог репетировать. Что-то Шуберт писал и для вечеринок. Тоже это было оркестровое музицирование, но слышали только те, кто играл. Вечеринки были у его хорошего знакомого, здесь недалеко он жил. Он был концертмейстером, первой скрипкой в оркестре Венского Бургтеатра. Но публичных исполнений Шуберт не слышал ровно ни одного своей оркестровой музыки. Может быть, поэтому, может быть, по каким другим причинам. Только вы открываете любую из портитур его симфоний, сразу четко видно, что эта музыка написана оркестровым альтистом. И там очень много, очень много таких вещей, которые на языке профессиональных музыкантов называются словом чос или терка. Вот, например, во второй сибемольмажорной симфонии 900 тактов к ряду продолжается такая фигура, выпиливаемая смычком. И так 900 тактов подряд. Такая большая терка, которая играет себе и играет. Причем Шуберту это очень нравится. Но так или иначе, на одних нотах, просто на какой-то хоровой партии, он в какой-то момент оставил интересный автограф. Вот здесь последний раз прокукарекал хорист Франц Шуберт. Это значит, что голос уже сломался, век придворных певчих мальчиков недолг, и пора уже заниматься чем-то более серьезным. А учиться он никогда не переставал, но все учителя от него очень быстро отказывались. Говорили при этом одну и ту же фразу. Его Бог научил, мне с ним делать нечего. Да, кстати, о Боге. В жизни Шуберта-подростка был один момент, который можно было бы считать, без всякого преувеличения, минутой абсолютного счастья. Но, как выясняется, минута абсолютного счастья, само абсолютное счастье, и можно было бы считать, это три совершенно разные вещи. В церкви здесь недалеко, в Лихтентале, исполнялась в первый раз первая фа-мажорная шубертовская месса. Воскресенье, полдень. Надо было видеть, как описывают очевидцы, Шуберта. Маленького человечка, 157 сантиметров рост, выходящего из церкви. И как он смотрел на свою возлюбленную, у него была девушка, звали ее Тереза Гроб, и она пела в этой мессе партию первого сопрано, солировала. Все тоже глядели на них просто как на Ромео и Джульетту. В глазах окружающих это и была минута абсолютного счастья. Но Шуберт совершенно не предпринял никаких усилий для того, чтобы на Терезе Гроб жениться. Она была хорошенькая. Причем удивительный случай, когда следы от перенесенной оспы делают женщину гораздо красивее, чем если бы их не было. Так ее описывают, по крайней мере, те, кто с ней был знаком и видел ее. Он совершенно не проявил готовности жениться на Терезе. Потом, когда она вышла замуж за булочника, даже не очень сильно переживал. Видимо, какие-то другие, более серьезные переживания его уже отвлекли. Еще от одной очень важной вещи Шуберт отказался. Он в какой-то момент, а точнее в 1818 году, четко решил для себя, что школьным учителем он не будет. И это вызвало очень серьезную проблему в его жизни. Мало того, что он поссорился со всеми своими родственниками, ремесло-то семейное надо было продолжать, он навсегда отказался от работы, которая приносит ему стабильный доход. С этого момента он дохода стабильного не имеет, то есть создать семью не может, ни за кого взять на себя ответственность не может, дай бог ему самому себя прокормить. Это называется свободный художник. Вот это та мечта, ради которой Франц Шуберт стал отказником. Субтитры создавал DimaTorzok О рассеянности Франца Шуберта рассказывали легенды. И если действительно послушать любую из них, любую, то возникает очень странное впечатление. Вы видите, что этот малый в очках абсолютная размазня. Он вообще не знает, где у него лежит карандаш, где нотная бумага, ничего не помнит, и абсолютно обо всем ему надо напоминать по сто раз. Но, однако, и это странное впечатление, и эта история, видимо, должны стать предметом отдельного расследования. Потому что количество эскизов, которые Франц Шуберт начинал и бросал, никогда больше к ним не возвращаясь, таково, что если бы вдруг кто-то взял и все это закончил могучей рукой, чудом, то от этого список сочинений Шуберта вырос бы раза в три. То есть если бы все вот эти вот брошенные на полуноте, на полутакте музыкальные фрагменты вдруг превратились в законченные симфонии, кантаты, сонаты, квартеты и так далее. Но почему-то Шуберт-то совершенно не считал себя обязанным что-либо заканчивать. По ходу жизни возникают мысли, которые записываются на нотную бумагу, и все, он абсолютно ничего этой бумаги не должен. Есть, правда, одна партитура, которую называют романтическим шедевром номер один, а на самом деле она является шедевром шубертовской забывчивости. Через 30 с лишним лет после смерти автора на чердаке, в доме, где жил один из его друзей, делали генеральную уборку. На чердак, как известно, выкидывают вещи громоздкие, которые труднее всего выбросить, но с которыми вообще неизвестно что делать. Сломанные кресла, часы, и вот один драный старый кожаный портфель там лежал с большим количеством исписанных нотных листов. Это была партитура двух частей так называемой неоконченной, семинорной симфонии Франца Шуберта. Знатоки говорят, что именно вот эти две части, после которых нет третий, на самом деле в другом эскизе Шуберта есть несколько строчек третьей части, но никаких попыток ее закончить тоже нет. Что вот эти две части, они создают космос, бесконечность, и дальше каждый слушатель внутри этого космоса уже чувствует себя, как ему угодно, в чем и есть шедевр романтизма. Но что заставило Шуберта об этом забыть? Ведь он больше никогда судьбой этой рукописи не интересовался, хотя жить ему еще было шесть с лишним лет. Видимо, у человека были какие-то значительно более важные дела, чем сочинение очередной симфонии, какие-то значительно более серьезные проблемы, чтобы полностью переключить на себя его внимание. Что же действительно забыл Франц Шуберт в истории со своей неоконченной симфонией, бросив эту рукопись на произвол ее судьбы? СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ Рукопись этой симфонии начата Шубертом в 1822 году, вскоре после его 25-го дня рождения. Невидимая граница в жизни Франца Шуберта проходит где-то между октябрем и ноябрем 1822 года. То ли он сам что-то решил изменить в своей жизни, то ли просто обстоятельства им управляют, и он ничего не может с этим поделать. Но граница реально существует. Недаром, когда отмечали новый следующий, 23-й год, то в поздравлении друзьям и собутыльникам Шуберт сказал, что этот Новый год либо будет хорошим и надежным, либо, наоборот, все испортит. А изменения в жизни такие. Шуберт подолгу, неделями не выходит из дома, основная часть его корреспонденции – это отказы от приглашений на какие-нибудь приработки или званые обеды, вечеринки. Правда, есть исключения, но это отдельная история. Он очень много пьет, он начинает постепенно опускаться, совершенно не следит за собой. И единственное, что он делает – он сидит у себя дома в мансарде в нетопленной и пишет, пишет, пишет. Представьте себе человека, который никогда больше не будет здоров, к которому никогда не вернется счастье, человека, все надежды которого обратились в ничто, все мечты и устремления пошли прахом. И это только пара строк из письма Шуберта, которая занимает страницы 3 мелким почерком. Шуберт снимает квартиру вместе со своим другом Йоганом Шубером в последнем этаже в мансарде. Это самое дешевое и непрестижное жилье, естественно. Там всегда холодно, всегда сыро. Приходится спать на тюфиках. Но Шубер, он еще и больше, чем друг, и даже больше, чем автор слов знаменитой песни Шуберта «Анди Музик» к музыке. Он товарищ по несчастью, поскольку они вместе болеют одной и той же болезнью, дурной болезнью, страшной болезнью, и вместе лечатся. Это значит, что все время доктора, рецепты, расходы. Приходится втирать ртутную мазь, что болезненно, очень вредно вообще для организма, но на тот момент это единственный способ как-то поправить шубертовское здоровье. В принципе, он оказался прав в своем письме. Он действительно никогда не будет больше здоров. И еще одна очень важная деталь. У него больше никогда не будет вообще никаких отношений с женщинами. Просто никаких. И все, кто знал Шуберта, обращают внимание, что он как-то удивительно негалантен, сух, неинтересен. Когда в комнате появляется хотя бы одна дама, он даже не может ни к одной из них подойти. Он это знает, уже не говоря о том, чтобы строить какие-то более серьезные планы. И производит, конечно, впечатление угловатое, застенчивое, в общем, мягко говоря, непрезентабельное. Да, мы, естественно, не догадываются почему. Но так или иначе, в следующем году Шуберт даже попадет в больницу, где будет очень долго сидеть, и где он закончит вокальный цикл Дишене-Мюллерн, прекрасная Мельничиха, это именно в Венской всеобщей больнице будет закончено. Более того, каждое следующее произведение, которое становится этапной вехой музыкального романтизма, на самом деле напрямую связано или с обострениями, или, наоборот, с ремиссией, то есть некоторым затишием, некоторым счастливым улучшением шубертовского здоровья. Это факты, которые трудно опровергнуть, и которые все так или иначе выходят на одну и ту же ртутную мазь. КОНЕЦ КОНЕЦ Жизнь – это хроническое заболевание, передается половым путем, летальный исход стопроцентный. Так однажды горько пошутил философ. Заболевание, от которого у Франца Шуберта периодически случались гнойные высыпания, нервные припадки, от которого его тяжело, изнурительно лечили втираниями ртутной мази. У медиков чаще называется «Люис», у обывателей «Сифилис». Все остальные признаки в точности те же. Одни биографы Шуберта грешат по этому поводу на хорошенькую горничную по имени Пеппи Пёкльхофа, почти Пеппи длинный челок. Другие, наоборот, на недобросовестную рекламу венских борделей. Третьи – на венский магистрат, который действительно ввел хоть какие-то требования к охране здоровья девушек легкого поведения только в год смерти Шуберта. Стало быть, опоздали, не уберегли. Но все сходятся на том, что, скорее всего, на эту склизкую дорожку по борделям Шуберта толкнула робость. Та самая проклятая робость, которая не дала ему ни разу в жизни даже подойти к Бетховену. Ведь это же скверный анекдот, что два классика, которые жили в одном городе, в одно время на соседних улицах, не были лично знакомы. Но в итоге Шуберту некому было пожаловаться и некого было винить в своем трагическом невезении. Однако, скорее всего, он не понимал и другого. Ведь это стечение обстоятельств, не просто стечение обстоятельств, это историческая случайность. Смотрите, что получается. Вдруг в жизни одного отдельно взятого и почти обыкновенного музыканта становятся жесткой, жуткой реальностью все те красивые слова, вся та книжная романтика, которые обычно дальше книжных страниц никуда не идут, остаются в стишатах. Невозможность счастья, невозможность любви, недостижимость идеала, оазис в душе художника и холодный чуждый мир вокруг. Как красиво. А Шуберт несколько лет, пока Тиф его не прибрал, жил в этом тупике, не видел перед собой ничего, кроме вот этой стены глухой, этого отчуждения, этой безысходности, безнадежности, отчаяния, безвыходности. И единственный выход, который у него оставался, что? Писать музыку. Он чувствовал каждый день, как рвутся нити, которые его связывают с миром, и хватался за последнюю ниточку, за музыку. В итоге, вот вам, пожалуйста, основоположник музыкального романтизма Франц Шуберт, который на самом деле гораздо больше похож на свое милое ироническое прозвище Швамаль, то есть губка, чем на свой мраморный памятник. Шуберты не играли, но его еще практически и не печатали, поэтому и исполнители, и редактора значительно позже столкнулись с проблемой, которая в истории музыки имеет отдельное название, данное Робертом Шуманом. Божественные длинноты. Проблема, как уже давно известно, не имеет решения. Сейчас мы услышим, как первая часть знаменитого шубертовского квартета «Смерть и девушка» заканчивается трижды. И трижды Франц Шуберт со своей болью пытается резко порвать, но не может. «Смерть и девушка» «Смерть и девушка» Субтитры создавал DimaTorzok Когда Шуберт умирал, ему все время казалось, что он где-то не у себя дома лежит. Он все время просил отнести домой. Ему говорят, что он где-то дома лежит. Этот предсмертный тифозный бред сочли последней волей умирающего. И уже после того, как на Венском кладбище в двух шагах от могилы Бетховена появилась надпись знаменитая о Шуберте, смерть похоронила здесь великое сокровище, но еще большие надежды, в лондонском ежеквартальном музыкальном журнале вышла корреспонденция из Вены. Вот корреспондент пишет, что в этом городе за последнее время выдвинулись два новых автора. Это Симон Зейхтау, видный сочинитель фуг и контрапунктов. И некто Франц Шуберт, который сочиняет красивые мелодии. В принципе, сама идея о том, что Шуберт это и есть вот такой поставщик красивых мелодий в больших количествах, мелодии, которые очень приятно и легко глотать, и послужила отправной точкой для всего дальнейшего романтического вранья об этом человеке. Между тем, весь смысл той истории, которую мы хотели проследить, и той музыки, которую Франц Шуберт написал, состоит ровно в обратном. Этот человек ни одной своей ноты не лжет. И более того, он абсолютно честно, документально, достоверно сообщает нам всем о своем отчаянии, о своих страхах, о своем отчуждении. И он научил всю остальную музыку, во-первых, не врать, а людей все это слушать и доверять музыке. Вот что на самом деле сделал Франц Шуберт. Однако, следующая история, которую нам тоже предстоит расследовать, тоже содержит достаточное количество романтического вранья. Ведь о смерти его коллеги Вольфганга Амадея Моцарта известно достаточно много. И в основном это тоже вранье. Прежде всего, две знаменитые легенды. Реквием, написанный для самого себя и заказанный черным человеком. И второе, отравление Моцарта негодяем Сальери. Мы выйдем на тех людей, которые действительно что-то могут сообщить о смерти Моцарта и хотя бы как-то заполнить не враньем, а фактами, те белые пятна, что есть в этой истории. И мы услышим не только свидетельские показания, но и музыку, которая с ними напрямую связана. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok